Позвольте поблагодарить за то, что согласились прийти к нам. Рад быть у вас. Первый вопрос, который мне давно хотелось задать. Я, конечно же, знаю, что вы член демократической партии, которая представляет Брайтон-Бич, что удивительно, потому что Брайтон-Бич по большей части консервативен. Итак, как же так получилось? Ну, во-первых, Брайтон-Бич всегда был демократическим сегментом Бруклина, и Нью-Йорк всегда был демократическим. Да. И так было до самого недавнего времени, вплоть до момента массового притока иммигрантов из России в 70-е годы, вперед правления Рейгана, когда люди решили, что они хотят стать республиканцами. Но при этом все те преимущества, которые многие русскоговорящие жители имеют в моем округе, будь то продовольственные талоны, скидки на оплату жилья и тому подобные льготы, все это дали им демократы. Это все демократические программы. Отсюда и некоторые сложности у многих избирателей в моем округе. Они зарегистрированы как демократы, но, по сути, они консервативны и голосуют за республиканцев. Удивительно, значит, они голосуют за консервативную партию, а на президентских выборах они проголосовали за Дональда Трампа? Да, именно так. 70% избирателей в моем округе проголосовали за Дональда Трампа, но при этом 70% избирателей в моем округе проголосовали за меня. Разве здесь нет странного противоречия в процессе принятия решений? Потому что людям хочется и далее получать от государства соцпомощь, которую дают демократы, но при этом они ненавидят политику президента-демократа. К примеру, ненавидели Обаму, так ведь? И они ненавидели Хиллари. Да-да, так ненавидели Хиллари, что даже хотели отправить ее за решетку. Скажите, у вас нет ощущения, что ваши избиратели несправедливы? Нет, я так не считаю. Мои избиратели достаточно умны, и они прекрасно понимают, что вся политика, как сказал когда-то один из мэров Нью-Йорка, локально по своей сути. Если я в состоянии выполнять просьбы моих избирателей, то они будут за меня голосовать. И не важно, кто я, демократ или республиканец. Но вы ведь говорили с жителями Брайтона после того, как они проголосовали за Трампа. Как они объясняют свой выбор? Я понимаю, что Дональд Трамп представлял тогда полную противоположность другому кандидату. Сложилось тотальное неприятие Хиллари, а Дональд Трамп на ее фоне казался им личностью. Я думаю, что из-за этого они его и поддержали в противовес женщине, которая уже была им знакома. Можно ли тогда сказать, что избиратели вашего округа не поддержали Хиллари хотя бы частично из-за того, что она женщина? Можно ли сказать, что они не готовы к женщине-президенту? Мои русскоязычные избиратели к этому пока не готовы, но другие американцы готовы. В моем округе 125 тысяч человек. Русскоязычная община – лишь часть из них. Почему же русскоговорящие американцы не готовы к президенту женщине? Я не могу на это ничего сказать. Может быть, вы лучше меня объясните поведение соотечественников. Я не могу, к сожалению. Я тоже много говорю с ними, но у меня нет ответов. Но как бы то ни было, во время ваших встреч с избирателями вашего округа, я уверена, вы слышали и говорите о Советском Союзе, о той стране, откуда они приехали. Теперь это Россия, но все же иногда у них остается ощущение, что они уехали из Советского Союза. Давайте представим, что у вас есть выбор. Вы бы жили в СССР, если бы у вас была такая возможность? Знаете, я дважды бывал в Москве, приезжал выступать и говорил там о Холокосте. Последний раз это было пять лет назад. Я был тогда в поездке по целому ряду стран. Я был в Минске, Беларуси, на 75-летие ликвидации Минского гетто. Я поехал туда, потому что мои родители пережили Холокост. Я много путешествую, бывал в Германии, посетил Латвию, был во многих странах, рассказывая о том, через что пришлось пройти моим родителям. И вы оказались в Москве, в России, зная о том, что происходило в России 10 лет тому назад. Как вы думаете, вы бы могли выжить в тогдашнем Советском Союзе, в СССР, откуда фактически бежали ваши избиратели? Не думаю, что смог бы, потому что я говорю то, что думаю. Не уверен, что мои избиратели могли там выжить. И это очевидно, ведь они покинули Советский Союз. Как вы думаете, социализм возможен в США? Вы затрагиваете вопрос о ряде новых людей в политике, которые утверждают, что они социалисты. Подобные слова произносят недавно избранные политики. Я не уверен, что они будут с этим делать. Я не думаю, что им под силу изменить суть нашей демократической системы. Вы больше центрист, не так ли? Да. И это новая волна политиков, включая Александру Акасию Кортес. Ее каждый день цитируют. Она все время в новостях, несмотря на то, что она еще даже не приступила к работе. На самом деле, она еще даже не приняла присягу. И все же, с какими вещами вы не можете согласиться в тех заявлениях, которые делает она или подобные ей политики новой волны на Капитолии? Социализм для меня означает, что вы делите благосостояние всех и каждого, что все все получают одинаковое. Я не уверен, что я бы на это согласился. Я верю в нашу систему. Я верю в капитализм. Я думаю, это то, что сделало Соединенные Штаты тем, чем они являются сегодня. Возьмите даже Трампа. Капитализм сделал его таким состоятельным, каким он сейчас является. И есть люди, которые ставят себе целью стать богатыми. Я верю в то, что социализмом не является. Верю в то, что каждый заслуживает иметь место проживания. Я верю, что у каждого должна быть медицинская страховка. Я считаю, что это очень важно для нашей страны и для людей, для их здоровья. Недавно против Акасио Кортес лично и против других представителей новой политической волны выдвинули обвинение в антисемитизме. Я знаю, что для вас это очень личный вопрос, но я не могу не задать его вам. Что вы об этом думаете? Вы верите, что есть проблема внутри нового поколения руководства политиков-демократов? Есть проблема антисемитизма в Нью-Йорке. Это так. И в 2018 году проявлений ненависти в отношении евреев было больше, чем в отношении всех других этнических групп вместе взятых. Это ужасная ситуация. И я не думаю, что она вызвана просто приходом новой волны политиков-демократов. Я думаю, что это во многом связано с Трампом. Это во многом связано с теми, кто поддерживает Трампа. Когда я встречаюсь с нашими зрителями, вашими избирателями, к слову, мне часто задают вопрос. Вы чего? Спрашивают меня они. Трамп не имеет никакого отношения к антисемитизму, говорят наши зрители. Он президент, который делает то, что на самом деле все давно ждали. Я имею в виду перенос посольства США в Иерусалиме. Он лучший друг Израиля, он лучший друг Нитаньяго. Ну и, конечно, Кушнер, Иванка, они евреи. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, почему вы и другие утверждаете, что Трамп раздувает этот пожар. Пожар становится сильнее, потому что его раздувают ярые сторонники Трампа по всей стране. Южане, которые изначально в большинстве своем антисемиты. Перенос посольства – это на самом деле всего лишь красивые заявления Трампа. Физически посольство никуда не переехало. Оно все еще в Тель-Авиве. И знаете, есть вещи, которые президент просто говорит. К примеру, на днях он заявил, что он дал всем военным 10-процентную прибавку к жалованию. Но это неправда. Это сделал его предшественник. Трамп, конечно же, не всегда говорит правду. Он говорит вещи, которые замечательно поднимают его телевизионный рейтинг. Это он действительно очень хорошо делает. Но это работает на тех, кто его давно поддерживает. Мои избиратели верят в него. Говорю это с сожалением. Ну и это нормально. Это Америка. Ну разве людей, как вы говорите, его выступления не раздражают? Разве он не дает повод думать, что можно говорить и делать вещи, которые раньше были запрещены, скажем, еще вчера, а сегодня нет? Мы живем в мире, где можно говорить все, что вздумается, скажем, делать антисемитские заявления. Вы думаете, что Трамп несет ответственность за то, что теперь люди чувствуют, что могут делать то, что ранее считалось неприемлемым? Я бы не сказал, что он несет за это ответственность. Я бы сказал, что он поощряет своих сторонников говорить все, что им заблагорассудится. Посмотрите на волнения, которые у нас происходили. Посмотрите на то, что делается. Мы никогда не думали, что это станет возможным. Посмотрите на то, что произошло в Питтсбурге. Мы видим все больше антисемитских проявлений подобного типа. И это в точности то, что происходило при нацистах. Это именно то, что привело к Холокосту. И поэтому я продолжаю говорить об этом во всеуслышание. Я продолжаю рассказывать о том, что пережили мои родители. И продолжаю говорить об угрозе антисемитизма. Несколько недель назад я брала интервью у Джессики Рамос, представительницы политиков «Новой волны» в Сенате штата Нью-Йорк. Вам предстоит работать с ней в новом году. Вы знакомы с ней? Нет. Она говорила о правах женщины, о других проблемах. Мы живем в другом мире, в мире, где эта проблема вовсе не существует. Но вот грядут перемены. Изменения ждут и Сенат штата Нью-Йорк. Вы с ней согласны? Да, она совершенно права. В Сенате штата Нью-Йорк сейчас будет большинство демократов. Впервые за несколько лет. Впервые с 2009 года. И ситуация будет меняться. У нас теперь демократический Сенат. Демократическая ассамблея в штате. И губернатор-демократ. Я надеюсь на большие перемены. И полагаю, что Сенат извлек урок из своих ошибок 2009 года. А что вы собираетесь сделать в этот предстоящий период работы в ассамблее? Джессика мне говорила, что думает о необходимости повышения налогов для богатых. Но подобные вещи особенно не находят поддержки. Вы не считаете, что это, возможно, приведет к конфликту внутри демократической партии? Я думаю, мы все согласны с тем, что самое важное или одно из наиболее важных событий произойдет 15 июня 2019 года, когда утратят силу все старые законы по контролю цен на съемное жилье. От этого пострадают более миллиона человек, которые живут в квартирах с фиксированной арендной платой. И моя ответственность, как председателя комиссии по жилищным вопросам, защитить всех этих людей. И с этим все согласятся, я уверен, все члены демократического Сената штата. Для них это приоритетный вопрос. Я уже говорил с сенатором Кавану, который будет возглавлять Сенатскую комиссию по жилью. Кавана? Он в родстве с судьей Кавана? Нет. Хотя, кто его знает? Мы над этим всем уже работаем. Для нас действительно важно защитить всех этих людей, которые снимают квартиры по фиксированной цене. В нашем штате уже существует налог на миллионеров, и он тоже утратит силу в будущем году. Возможно, Джесси Карамос не в курсе этого. Губернатор уже сказал, что хотел бы продлить действие этого закона. И Ассамблея штата, я знаю, с этим согласна. Амазон приходит в город. Как вам это? Я думаю, что это великолепно для нашей экономики. Это хорошо для создания новых рабочих мест. Проходил ведь общенациональный конкурс, и Нью-Йорк победил. У нас в городе самые лучшие, яркие, талантливые молодые люди. Я думаю, что для нашей молодежи откроются прекрасные возможности. А Джессика была возмущена приходом Амазона. Вы, конечно, знаете о протестах по поводу льготной налоговой ставки для компании Амазон. Речь о миллиардах долларов. Согласны ли вы с мнением Джессики Карамос, что Амазону, одной из крупнейших компаний в мире, было вовсе не обязательно предоставлять налоговые послабления? Разве это заслуженно? Это не вопрос, заслуженно или нет. Амазон надо было сюда заманить. И думаю, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, которые мы проводили, то увидите, что большинство людей соглашались на предложенные Амазону условия. Маленькая кучка так называемых прогрессистов вышла с протестами. Это так называемые социалисты, которые были против такого распределения денег. Следовало ли направлять эти средства на строительство площадки для вертолетов? Не думаю. Следовало ли выделять средства, чтобы стимулировать строительство? Да. А в чем, по-вашему, опасность этих прогрессистов-социалистов, которые сейчас приходят к власти? Думаю, опасно их желание считать себя истиной в последней инстанции. Для меня важно говорить с людьми по разным вопросам, выслушивать самое разное мнение о жилье, о здравоохранении, об образовании. Это для меня самое главное. Общаться с людьми, а республиканцы, а не консерваторы или социалисты, не имеет значения. Надо говорить со всеми. Говоря о программах медицинской помощи, бедным и пожилым, о вещах, которые очень важны для ваших избирателей. Очевидно, что это важно, ведь они голосуют за вас, чувствуя вашу защиту, что вы на их стороне. У вас есть данные, сколько примерно человек охватывает программа доступного медицинского страхования? Точных цифр у меня нет, но очень многие мои избиратели обращаются в больницу Кони Айленд. Она находится прямо в центре моего округа, и многие из них пользуются льготной медицинской помощью. И критикуют эту программу. Но почему? Как такое вообще возможно? А потому что она была принята Обамой, но они продолжают пользоваться ее преимуществами. И думаю, что это же здорово, что даже еще больше людей записываются на эту программу. Такой еще вопрос. Меня удивил тот факт, что за последний год почти 200 тысяч человек решили покинуть Нью-Йорк из-за дороговизны, грязи, из-за бомжей, того, что творится в метро. Метро практически никогда не работает нормально. У вас есть соображения или план, как остановить этот отток людей? К слову, тут еще и стоимость аренды чудовищная. Да, арендная плата очень-очень высока в Манхэттене, частично в Бруклине и, конечно, в этой части Лонг-Айленда, где мы сейчас находимся. Что важно сделать? Обязательно улучшить работу подземки. Но людей не остановить. Некоторые устают от зимних холодов. Люди хотят во Флориду и не только в отпуск, а просто переехать туда. Вы имеете в виду пожилых людей? Нет, не только. И молодежь. Да-да, я в отпуск скоро поеду во Флориду. Вы в отпуск, но молодежь уезжает из Нью-Йорка. Заработав тут деньги, они понимают, что во Флориде могут позволить себе дом по той же цене, что здесь могли позволить себе лишь небольшую квартирку. Люди решают, что для них важнее – жить где-то в пригороде и больше зарабатывать или уехать в теплые края. Для меня лично всегда перевешивала любовь к Нью-Йорку. Мне нравится быть его частью, и я никогда не думал над тем, чтобы его покинуть. И все же нельзя ли как-то притормозить взлет арендной платы за жилье? Этим я, как председатель комиссии, собираюсь заниматься. Заниматься преференциальными ставками аренды, свободным жилым фондом. Выясним, насколько хозяин вправе повышать аренду. Да, мы этим будем заниматься в предстоящем году. Надеюсь, вам удастся остановить этот рост. Он невообразим. И еще Амазон сюда перемещается. Это же создаст проблемы местным жителям, тем, кто здесь работает, включая и нас. Если нашим соседом станет компания Амазон, то и наша аренда взлетит, не так ли? Вы имеете в виду рыночная ценообразование? Я понимаю, что вам рынок не остановить, но все же мы надеемся, что как-то это будет отрегулировано. Пойдем дальше. Вы поддерживаете политику городов-убежищ? Да, поддерживаю. Думаю, очень важно, что Нью-Йорк раскрывает свои объятия. Статуя свободы была тут поставлена вовсе не случайно. Мы приветствуем людей из всех стран. Мои собственные родители переехали сюда после войны из Польши, приехали в 1950 году, прошли через все. И когда у них появилась возможность переехать в Соединенные Штаты, они за нее ухватились обеими руками. Они слышали, что здесь у них будет свобода, что они смогут исповедовать свою религию. И это то, что у нас есть и по сей день. И мы приветствуем всех, кто приезжает жить в Нью-Йорк. Очевидно, вы знаете о наличии нелегальной миграции. Никаких слов осуждения, но я про людей вообще без документов в Бруклине включаю. Ваш округ. Сколько их у вас примерно, скажем, на Брайтон-Бич? Нет, таких данных у нас нет. Но мы знаем, что люди сюда приезжают, и в мой округ, и в другие округа приезжают из разных стран. Вы бы поддержали предложение давать им водительские права? Всем? С документами, без документов? Думаю, наличие водительских прав играет роль. С ними легче найти работу. С ними можно работать, можно помочь своим семьям. Водить машину. Да, и ездить на работу, и помогать членам своей семьи. Я думаю, это очень-очень важно. Окей, а сколько вы получаете? Сейчас зарплата законодателя 79 тысяч долларов. В год? Да, в год. Я задала этот вопрос, потому что в России сейчас большой скандал с одним из сенаторов. Он владеет майбахом, особняком и яхтами, и много еще чем. Чем может владеть законодатель в США? Есть ли какой-то закон или ограничение? Вы можете иметь собственность, но дело в том, что сейчас существуют ограничения относительно того, каким может быть размер вашего вторичного дохода. И с 1 января будущего года законодатели вообще не смогут иметь второй доход. Зарплаты нам увеличили. 79 тысяч долларов – это увеличенная зарплата? Нет, это текущая зарплата. Ее увеличат до 110 тысяч в будущем году и до 120 тысяч долларов в 2020 году. Потом до 130 тысяч. Но иметь второй источник дохода отныне будет запрещено. Но это не звучит как куча денег. Нет, не звучит. Мы вводим новый закон, потому что хотим все это упорядочить. И мы хотим полностью отдаваться работе в своих округах. А сколько это в месяц? 110 тысяч долларов? Ну, я это узнаю, когда получу свою первую зарплату. Пока еще не получал. Но, скажем, председатели комиссии получают дополнительные деньги. 12 тысяч долларов в год за дополнительную рабочую нагрузку. В итоге будет примерно 90 тысяч долларов в год, что для людей, у которых есть семьи, и они живут в Нью-Йорке, где вам надо платить за дорогое жилье, не так уж и много. Но я не знаком с тем, что происходит в России. В России люди могут иметь, что хотят, когда они у власти, включая предметы роскоши, дорогие часы за сотни тысяч долларов. И это наша реальность. И огромные особняки даже вне России, в Европе, в Италии, во Франции. У нас здесь каждый год мы заполняем налоговые декларации на нашу собственность, на акции, которыми владеем. Обязательно декларируем, сколько у нас денег на банковских счетах, отчитываемся о доходах наших супругов. И это открытая информация? Да, публичная информация. А есть ли верхний порог по суммам? Если у меня были инвестиции, которые приносят определенный доход, то это нормально. Есть люди, у которых жены много зарабатывают на инвестициях. И это считается нормально? Да, вполне. Но связи, источники, это подлежит проверке? Очень строгой. Вы не имеете права иметь дело с кем-либо, кто имеет дело с государством. Окей, значит, запрещен конфликт интересов. Да, это так. Я поняла. Возвращаясь к России, мы ценим традиции. Вы тоже, скоро Новый год. Наш традиционный новогодний салат – оливье. Я уверена, вы знаете, что это. Нет. Не слышали? Мы всегда едим оливье. Это очень похоже на американский картофельный салат, но он еще содержит мясо, морковь, другие ингредиенты, еще горошек. Вам надо его обязательно попробовать. И водку тоже. Это вот не проблема найти на Брайтоне. Вы бы подняли рюмку в Новый год как русские. Встречаете ли вы со своими избирателями Новый год по-русски? На Брайтоне много различных организаций. Ветеранов Второй мировой войны, переживших Холокост. Они проводят свои вечера, праздники, встречи под Новый год. Мы встречаемся, поднимаем бокал за здоровье. Мы всегда поздравляем друг друга, делаем новогодние пожелания, желаем крепкого здоровья, процветания. Я думаю, это очень важная традиция. А что вы предпочитаете пить на Новый год? На Новый год? Я обычно провозглашаю тосты стаканчиком шотландского виски. Это вместо водки. Водка, наверное, слишком крепкая. Для меня уж точно. Да нет, она не так уж и крепка. Похожа на виски. Еще раз благодарю вас за интервью.